В оздоровительном послании Александр Лукашенко пригласил председателя Китая посетить Беларусь государственным визитом. В 2018 году выразив уверенность, что это событие придаст новый мощный импульс двустороннему взаимодействию. КНР, давний политический и экономический партнер Беларуси, встречаться раз в год, а то и чаще у лидеров двух стран стало доброй традицией. Статус стратегического партнера подчеркивает, закрытых тем нет, а планы на будущее огромные. В этом году лидеры двух стран встречались в Пекине во время форума «Один пояс, один путь», а также «Один на один». Александр Лукашенко назвал шелковый путь не просто маршрутом, а каналом движений, идей и совместного создания инноваций. Около трех десятков международных документов и совместная декларация за подписью руководителей двух стран. Таков итог государственного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в КНР в прошлом году. Все проекты Беларуси и Китая с прицелом на будущее. Через несколько лет они дадут результат. Самый масштабный из них – китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Он важная точка в экономическом поясе шелкового пути. Сегодня здесь уже около 20 резидентов. Сейчас обе страны активно работают над ростом товарооборота. В этом году более 650 миллионов долларов должен составить отечественный экспорт. В 2020 году планируем торговать на полтора миллиарда.